Дончане пытаются прийти в себя после субботних обстрелов. В тот день под огнём оказались три района. Киевский, Куйбышевский и Ворошиловский. Множество снарядов упало в жилых кварталах. Пострадал и центр Донецка. Погиб один мирный житель. Информация о раненых уточняется. Подробности у Светланы Павлюковой. Субботний вечер в Ворошиловском районе. Это центр Донецка. В результате попадания снарядов погиб охранник троллейбусного депо. Попадание в амстер, в бурсу попадание. Все люди лежали на земле. А человек погиб. Попадание прямое было. В момент обстрела на улице находилось много людей, в том числе и дети. Гром просто. Гром просто. И глаза и молнии пустить. Я плакал очень сильно. Я боялась, у меня тут братья с сестричкой были. Я за них испугалась. И все. Ангелина признается, это был самый страшный день в ее жизни. Мы слышали свист, оно упало. Когда друг сказал, бежим в подвал, мы начали бежать. Мы услышали, как стучат осколки. Мы давай прятаться в осколках. Мы с подружкой упали. Мы успели добежать. Мы добежали до подвала, там мы сидели и ждали. Но мы очень испугались. Осколки посекли и здание местного супермаркета, в котором находилось около ста человек. Когда обстрел был, ребят было в Амсторе, было 97 человек с маленькими детьми. Все живы, все нормально. В центр Донецка снаряды не залетали уже давно, но у горожан еще свежи воспоминания о зимних обстрелах. С первым взрывом люди побежали в ближайшие подвалы. Иначе жертв могло быть намного больше. Было очень тихо. И услышали взрывы, сильнейшие взрывы. И вот эта трусила все колотила. И стекла тут повыбивала. И с крыши он посносила все. В микрорайоне Азотный под огонь попала 23-я больница. И сильно в коридоре после взрыва вообще ничего не видно было. Кто где ходит? Абсолютно ничего. Страшной туман. Мы с медсестрами сразу начали выводить больных из палат в коридор. Вот когда начался сильный обстрел, я выбежала в коридор. Полетел снаряд в больницу, выбило стекло в коридоре. У меня слойка немножко зацепила нога. Снаряды повредили здание реанимации кардиологического отделения пульмонологии. Серьезных травм никто не получил. А здесь вообще, это ужасно. Сами тушили. Хорошо здесь шланги были у нас. Быстренько так вот. В частном секторе Кубышевского района жители осматривают последствия обстрела. Мы уехали. Вчера такое произошло. Хозяин того дома сидел на лавочке. Сразу откинуло, засыпало. Когда снаряды разрушили этот дом, его хозяева были в магазине. У нас дома два хозяина. Вторые хозяева были здесь. К счастью, никто не пострадал. Сейчас в Донецке сохраняется относительно спокойная обстановка. Местные жители пытаются прийти в себя после пережитого субботнего ужаса. Коммунальные предприятия ведут восстановительные работы. Светлана Павлюкова, Телеканал Донбасс.